С 2009 года, 20 февраля, отмечается Международный день социальной справедливости. Мероприятие направлено на искоренение нищеты, обеспечение работы и достижение равноправия мужчин и женщин и прочих социальных благ. В этом году по приказу президента День социальной справедливости проходит и в Украине. Одесский городской совет тоже не остался в стороне от мероприятия. Правда, ничего особенного в мэрии придумывать не стали. Ограничились небольшой пресс-конференцией. Оказывается, социальных проблем в Одессе еще много, но все они активно решаются и в образовании, и в защите прав граждан, и в медицине. Если мы говорим о доступности, эффективности, результативности, вернее, качестве медицинской помощи, то социальная справедливость, по моему мнению, выходит на сегодня на первый план. На господине Шпаке дорогой костюм. Хорошие красивые очки и элегантно повязанный галстук. В свои 50 лет он выглядит на 30 с небольшим. Спасибо хорошему питанию и косметическим процедурам. А вот Людмила Сокол. С ней съемочная группа общалась еще летом. Людмила живет на пересопе в маленьком аварийном доме. Ее сын лежачий инвалид. Не может даже выехать на свежий воздух. Проживаю я с сыном инвалидом первой группы. Он на коляске. Не выйти, не зайти он не может, потому что здесь сгнила балка. И полностью перекосилась парадная. Дверь не закрывается, не открывается. Я боюсь, он на ключ, потому что там сместился. Гнездо сместилось. Если я ее закрою, то я ее уже не открою. Выживает Людмила на минимальную пенсию. Порядка 800 гривен. Примерно столько же государство выделяет и ее сыну. А вот Мерседес Алексея Костусева. Красивый, черный, блестящий. С индивидуальными номерами. Мэр на нем ездит на работу, где получает немаленькую зарплату. 8 тысяч гривен со всеми надбавками. У Ирины Уваровой Мерседеса нет. Она с 14-летним сыном живет в общежитии. В потолке единственной маленькой комнаты дыра, заросшая грибком и плесенью. Но даже отсюда ее пытаются выжить соседи. Побили меня с 512-й. Мадам сковородкой меня била горячей. Говоря, что у тебя нет связи, у тебя нет защиты. И никому ты ничего не докажешь и не пожалуешься. В общем, любая ситуация здесь может быть. Мы не выходим в коридор, потому что у нас все коммуникации внутри. И на кухню не выходим никуда с сыном. Тем не менее, они ищут разные способы, чтобы нас доставать. Тот факт, что большая часть населения живет за чертой бедности, в то время как единицы купаются в роскоши, в городском совете, конечно, известен. Сегодня у нас очень большие ножницы между очень богатыми и очень бедными. У нас нет сегодня среднего класса, который бы мог нивелировать вот это различие. Решение проблемы Елена Китайская видит в легализации зарплат и выводе экономики из тени. Заниматься этим, очевидно, должны власти, которые и сами не против незаконно подзаработать. Говорить о какой-то социальной справедливости в такой ситуации немного лицемерно, хотя, наверное, и необходимо.